Эдуард, поздравляю с хорошей гонкой. Как в целом оцените для себя сегодняшнее выступление? Всем ли довольны? Спасибо. Ну, гонка прошла хорошо и, в принципе, неплохо. Для данного самочистя сегодня немножко, конечно, было тяжеловато, но получилось мобилизовать все силы, которые сегодня были. И единственная ошибка на рубеже, лежа не позволила бороться за победу, но в любом случае гонка прошла хорошо и получилась такая хорошая борьба в конце сегодняшней гонки. Так что, больше довольны, чем нет. То, что ходом вы сегодня превзошли победителя Антона Смольского, как-то придает уверенности в плане гонок-преследования и контактной борьбы? В любом случае, гонки немножко будут другие, они более контактные и характер сами гонок другой. В любом случае, естественно, расслабляться не стоит и я думаю, что даже если выиграл, то там чуть-чуть, наверное, все бегут примерно в одни ноги и в любом случае будет большая борьба, ошибаться не будет нельзя. Если сравнивать свое состояние с тем, что было в Сочи, там жара, здесь более комфортная погода, где вам легче и физически, где лучше? Здесь обозначительно легче и лучшее физическое состояние и вообще, в принципе, состояние намного лучше, чем в Сочи. В Сочи очень было непогодные условия, тяжелые и сам организм себя не очень важно чувствовать. Вы практически единственный биатлонист с большим опытом в группе у Юрия Михайловича. В связи с этим чувствуете себя дядькой-наставником для молодежи? Совсем так нет, но в любом случае стараюсь подсказывать, если кто-то что-то спрашивает и когда вижу, что могу чем-то помочь, почему нет, не боюсь делиться. А вам комфортно тренироваться в отсутствии спарринг-партнеров вашего уровня? Комфортно, в любом случае мы как-то постараемся, ищем варианты. То есть я думаю, что как-то мы можем заменить тренировки по-другому немножко. Смотрю, много болельщиков с вами сегодня фотографировались, просили автографы. Медали Олимпийских игр как-то изменили вашу популярность? Ну, в любом случае, наверное, изменилось. Люди больше стали узнавать и болеть. Я думаю, что мы с этим тоже связаны. Как вообще к этому относитесь? Вас это не тяготит? Нет, положительно. То есть рад пообщаться с болельщиками. Очень рад, что приезжают по болезни нас. Их становится все больше и больше. То есть раньше было их намного меньше. Сейчас уже собираются полные стадионы. Это очень хорошо, это радует. В Беларусь не чужая для вас страна. Вы здесь родились? Чувствуете какую-то особую поддержку? Помнят об этом факте местные? Ну да, люди знают, что я недалеко здесь родился. В 200 километрах есть город мой родной. И, конечно, чувствуется здесь домашняя атмосфера уюта. В любом случае, здесь не чужой свое место, так и скажем. Я здесь чувствую себя комфортно. В плане мотивации на предстоящий сезон, ну, недавно объявили, что будут неплохие призовые, особенно на Кубке Сотрудства. Как-то это подстегивает, дает надежду на то, что, в принципе, не зря соревнуетесь? Ну, в любом случае, это хороший момент. То есть люди готовятся, бороться. То есть в любом случае, думаю, из-за этого станет больше конкуренция. То есть и больше народ будет выступать на этих Кубках. Вот. И думаю, что это мотивационная часть хорошая. И, ну, не самое главное, в любом случае, мы должны соревноваться, работать над собой и двигаться дальше. Надеюсь, что все нормализуется и мы будем выступать на высоком уровне. Сейчас в работе вот над собой какие, как бы, основные цели для себя видите, что хотели бы улучшить? Ну, в любом случае, надо работать, много работать. И ошибки есть. И надо исправлять к зимнему сезону. Вот. Сейчас эти соревнования проходят. У нас уже будет небольшая пауза и уже первый снег. И у нас будет собрание, где мы будем проводить небольшой анализ по летней подготовке. И будем смотреть, где какие пробелы, где мы что-то допустили, чтобы успеть именно в кратчайшие сроки догнать и исправить эти моменты. Юрий Михайлович сказал, что считает, что спортсменам не стоит его группы бежать все три гонки в Чайковском. Вы каким стартом к нам готовитесь? Ну и в заключение спрошу про проходящие в эти дни конгресса IBU. Следите ли за событиями на международной арене? И есть ли у вас какие-то надежды на то, что, может быть, международный сезон состоится? Ну, особо не слежу. В любом случае, если появляется официальная информация, нам тренеры об этом скажут. Да, слежу за ребятами. Недавно смотрел чемпионат мира летний, смотрел, кто как выступает. В любом случае, мониторим, смотрим, как наши соперники сейчас все, в какой форме, чтобы самим не расслабляться и работать. А досада нет, когда смотрите международные соревнования, что там вас не может быть пока? Ну, нет, но в любом случае такая ситуация. Подстраиваемся. У нас есть какие-то содружества, где мы можем соревноваться и, как сказать, поддерживать эту форму. Плюс здесь, хочу сказать, что конкуренция достаточно высокая и я думаю, что мы благодаря этому сможем сохранить хорошую форму. Ну и в заключение спрошу. Вчера Динара Олимбекова рассказывала, что она подсказывала российским девчонкам, куда здесь можно сходить, в Раубичах, что посмотреть. У вас есть такой контакт с ребятами из белорусской команды? Ну и вообще, как с ними общаетесь? Ну, с ребятами из Беларуси вообще прекрасно общаемся. Мы все дружим достаточно давно. Единственный момент, что мы нечасто с ними здесь видимся, они уже у другого ресницы. Каждый готовится по разным планам. Так, когда на тренировках катаемся вместе, мы можем поблатать, обсудить. Вот как-то так. Особо, чтобы где-то вместе пока не ходили еще нигде. Когда в том сезоне они приезжали в Уфу, вы как там местный человек им что-то подсказывали? Ну да, естественно. Где-то отдыхали вместе, ходили с примечательностью, вы показывали нас, приглашали всех лучших спортсменов этого кубка на совместный ужин. Вот там поехали в то место, самый красивый эффект, где на берегу реки Белый. То есть они это увидели, что красоты нашего региона. Ну, повторюсь, возможностей было не так много, потому что соревнования были компактные. Мы только отбежали, уже собрались, уже поехали в другой регион соревноваться, в других соревнованиях. Спасибо.